Парадонтит Парадонтит – заболевание, на симптомы которого мало кто обращает внимания, однако оно может привести к плачевным последствиям. Как распознать неладно и что делать, расскажем в рубрике «Курган. Город здоровых улыбок». Каждый человек хочет иметь красивую и привлекательную улыбку, но для этого необходимо следить за своими зубами. И, как выясняется, их здоровье зависит не столько от ухода за ними, сколько от здоровья десен. И сегодня, по заявлению стоматологов, одной из актуальных проблем является парадонтит. Возможно, многие этого не знают, но россияне страдают заболеваниями полости рта в разы чаще, чем жители западных страны Европы. Это не что иное, как результат недостаточного ухода за полостью рта. Парадонтит относится к числу самых серьезных и опасных стоматологических заболеваний. Каждый наш зуб окружает и удерживает ткани парадонта. Если они здоровы, то зубы имеют минимальную подвижность. Причиной заболеваний парадонта является нарушение ответа иммунной защиты организма на бактериальную инфекцию. Патологический процесс заключается в воспалении десен и разрушении костной ткани. На ранней стадии болезнь протекает бессимптомно. Врачи удивляют другой факт, что при появлении явных признаков заболевания многие пациенты не обращаются за помощью, а характерными симптомами парадонтита является появление запаха изо рта, кровяные выделения при чистке зубов или откусывание твердой пищи. Ну а на поздних стадиях может появиться оголение и подвижность зубов. Причем происходит это даже при достаточно хорошей фиксации зубов. Самое опасное то, что без профилактики и лечения парадонтита можно остаться со временем без зубов. Методы лечения применяются разные в зависимости от стадии заболевания. Наиболее эффективным считается комплексная терапия, сочетающая в себе медикаментозное и аппаратное лечение. Одним из эффективных методов такого лечения является аппарат «Вектор». Он успешно применяется в нашей стране с 1998 года. Система «Вектор» состоит из базового аппарата и системы наконечников разной формы. Аппарат воздействует с помощью ультразвука вместе с высокодисперсной суспензией гидроксиапатита кальция, вещества, которое входит в состав эмали. Звуковые волны направлены параллельно плоскости корня зуба. Раствор подается в парадонтальный карман. Таким образом происходит удаление нежелательных отложений, а также применяемая суспензия уничтожает пленку, состоящую из болезнетворных и патогенных организмов. Стоматологи подчеркивают, что лечение парадонтита – это комплекс мероприятий, и, возможно, потребуется не одна процедура. С последующим наблюдением у стоматолога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова